В Севильском районе открылся крупнейший аграрный форум «День поля». На традиционной выставке презентуют современные модели машин, средства защиты растений и перспективные сорта сельхозкультур. О новшествах этого года расскажет Дмитрий Ковалев. Объявляю! День поля 2018 открытым! Эти трактора трудились на полях десятки лет назад, но и сейчас музеи не пылятся. На республиканский агрофорум ретро-техника добралась своим ходом. Российские машиностроители держат марку. Для нужд аграриев производят импортозамещающие модели. Одна из новинок – специальный комплекс для упаковки сенажа. Позволяет обматывать, сохранять сенаж в хорошем качестве. Республиканская выставка «День поля» продолжает бить свои же рекорды. В этом году сюда, на базу Чувашского научного института сельского хозяйства, приехали представители свыше 40 компаний-поставщиков. На этой площадке налаживают полезные контакты. Наша задача, проводя эти мероприятия, «День поля» – это уже традиционное мероприятие, еще раз показать сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности, чтобы они оценили, какую технику будут подбирать под свои технологии. Понятно, стоимость техники, она разная, с каждым годом растет, но есть постановление правительства Российской Федерации, где сами уже производители сельхозяйственной техники снижают цену на 10%. Это значимо для сельхозтоваропроизводителей. Кондиционерам в кабине комбайна уже никого не удивишь. Современную технику сейчас оснащают и GPS-датчиками. Машина с таким набором опций может работать в поле даже ночью. Большая часть тракторов и комбайнов с выставки отправится в поля. Спрос на новую технику повышается. Многие хозяйства региона делают ставку на модернизацию парка. Это уже по счету жестой в основном у нас в Полесе. Вот 12-18 – это очень хорошая компания, они себя зарекомендовали с точки зрения уборки зерна. Убирают качественно, производительность у них очень хорошая. Аграриям презентуют и сельхозкультуры. На опытных делянках сейчас испытывают новые сорта ячменя, сои и горчицы. Спрос на них довольно высокий, но необходимо вывести устойчивые к нашему климату семена. Кто может сказать, или у вас уже есть результаты, в наших природно-климатических условиях, какой сорт лучше дает, урожайность? Это будет по истечению двух лет. Когда мы сейчас испытаем 2-3 года, мы сможем дать рекомендации, по каким сортам нам следует работать в Чувашской республике. С аграриями глава региона обсудил и виды на урожай. Пока погода не подводит, почва получила необходимое количество влаги, а это должно пойти на пользу зерновым. Я рассчитываю на вас, на всех, что ни одного часа сбоя не допустите. И тот урожай, который на полях, нам надо убрать, посчитать. Экономику, соответственно, цель ваша – получить прибыль. Касаясь цен, они тоже складываются в Российской Федерации выгодные или справедливые, так скажем, для сельхозтоваропроизводителей. Просто каждый из вас должен определиться, когда, какое количество продадите, ну и по прямым, прежде всего, связям без посредников. На 2018 год в хозяйство всех категорий всего планируется заготовить не менее 24 кормовых единиц грубых и сочных кормов и 31 центнер кормовых единиц всех видов кормов на одну условную голову. Активная фаза уборочных работ намечена на конец июля. По прогнозам, урожай будет не ниже прошлогоднего. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.